Сергей, какую долю в обороте сети сейчас составляют свежие товары, за которые, собственно, вы отвечаете, и как эта доля меняется, и с чем эти перемены связаны? Если говорить про полностью свежие товары в сети, то есть абсолютно всех, мясной гастроном, ультрафреш, то это порядка 45%. Если взять только категорию молочных товаров, сыры, которые непосредственно у меня в управлении, это порядка 15%. Динамика довольно стабильная, то есть если взять период 3 года назад, все было очень похоже, те же самые 45%, но видим небольшой постоянный рост от года до года, доля фреш увеличивается. Связано с тем, что покупатель все больше начинает ценить свежие товары, и в гипермаркетах, в магазинах у дома, так или иначе, акцент на покупку идет на свежие. Каких тонкостей работы требует продукция с коротким сроком года? Как я понимаю, своих, в частности, в СТМ, вы как раз именно на это заточены. Что вы делаете сейчас? На самом деле, это огромный блок работы, куда вовлечено несколько служб. От коммерческой службы, которая договаривается с поставщиками на увеличение частоты поставок, то есть 5-6 раз в неделю, чтобы нам подвозили товар, либо ежедневно. Это перевод на прямые поставки, чтобы товар не заходил на РЦ, не терялось время, чтобы производитель сразу произвел, и с утра уже товар был в магазинах. Это работа и службы прогнозирования объемов и повышения точности ежегодная. Это работа службы пополнения, которая уже распределяется с распредцентров до конечных точек. То есть ежегодно идет улучшение в каждом из этих блоков, что позволяет нам постепенно увеличивать остаточный срок, с которым товар заходит на торговую точку. На это нацелено сейчас, на повышение этих показателей нацелена вся компания. Логистику вы сильно меняли. Это вот ваша логистика, которая забирает у поставщиков вот такой короткий товар с коротким сроком годности, либо это силами поставщиков выполняется? У нас есть два основных вида поставки. Либо когда поставщик сам уже привозит, конечно, на торговую точку товар, либо второй вариант, когда нам привозят на распределительные центры, где мы уже формируем на конечный заказ до торговой точки. И это уже осуществляет наша полностью служба логистики. СТМ в свежих категориях, конкретно в Малаке, за который отвечаете, оно сейчас у вас где развернуто? В каких регионах? Оно развернуто, на самом деле, во всех практически регионах. Единственное, что это сложная работа, потому что мы решили сделать акцент больше на локальных производителей, чтобы частная торговая марка была от местных производителей с большей лояльностью от местного населения. И это, как следствие, влечет за собой повышение трудозатрат, потому что надо на уровне каждого региона искать производителей, договариваться, создавать упаковку и так далее. Но, тем не менее, за последние два года во всех практически регионах частная марка появилась, ее доля растет. Сейчас доля частной марки уже на уровне всех товаров 15%, ну и каждый год, каждый год мы видим повышение этого показателя. Ваши поставщики локальных товаров, локального молока, например, да, это какие-то большие, известные на местном уровне компании, либо вы можете брать, допустим, и ноунейм, но если он соответствует вашим критериям? Мы стараемся, конечно, работать с молочными компаниями, которые известны покупателю, у которых есть определенная лояльность. Ну, по сути, всех производителей, с которыми мы сотрудничаем, можно разделить на три группы. Это федеральные производители, которые известны на уровне страны. Это совсем небольшие локальные производители, то есть гормолозавод, которого обеспечивает небольшой регион вокруг своего города, и, в принципе, его объема вот достаточно для этого. И есть крупные региональные производители, которые изначально иногда занимались только сырьем, производством сырья, но со временем, и это мы сейчас видим динамика последних лет, они начинают также создавать свой бренд, развивать его, и причем довольно амбициозно заходят сразу в несколько регионов. Можно сказать, что основное сейчас разнообразие ассортимента у нас происходит вот за счет региональных и за счет локальных производителей. Вот смотрите, такой момент, поясните, пожалуйста. Вы сказали, что вы стараетесь брать производителей, которые имеют высокую лояльность покупателей и в конкретном регионе, но у вас, получается, на полке стоит условно бутылка с надписью «Магнит свежесть», да? А вы про частную марку, если имеете в виду? Мы также стараемся проект по частной марке реализовывать также с производителями, которые известны в своем регионе. Вот я понимаю, но покупатель-то, получается, видит изначально этикетку магнита, или он обращает внимание на адрес производителя, как это происходит? Вы намечали что-то? Как этот переход к вашему молоку случается? Такой сложный вопрос без однозначного ответа. Есть покупатели, которые доверяют торговой марке «Магнит», и им уже важнее, что это именно «Магнит». Есть покупатели, которые изучают состав, место производства, и на самом деле это такой тренд последних, опять же, лет. Покупатели все больше и больше начинают уделять внимание информации на упаковке. И для таких покупателей важно уже именно место производства, известность этого производителя. То есть тут по-разному, в зависимости от того, кому покупатель доверяет больше, нам и производителям. Понятно. А что касается в целом ассортимента молочной вот этой полки, есть какие-то тренды, опять же, либо смещаются ли как-то вкусы, не знаю, что сейчас хотят люди, что, например, раньше вы не ставили, не делали, или, может быть, это меньше потреблялось? Из основных трендов, наверное, можно выделить следующее. Это усиление конкуренции как раз между региональными и федеральными производителями. Региональные активно занимают долю рынка, они активно работают с покупателем, привлекают современные каналы коммуникации с покупателем. И это есть сейчас про классические молочные продукты, пока не про растительные, не про что. Идет определенное усиление, и покупатели очень положительно на это реагируют. То есть появление на полке местных, родных для этого региона производителей, покупателю это определенно нравится. И как часть этого процесса, это появление большого количества фермерских товаров. То есть они начинают буквально как грибы после дождя сейчас появляться. Это небольшие производства, которые находятся в непосредственной близости. Это очень хорошее качество. Но, конечно, обратная сторона – это короткие сроки годности и все сложности, которые они за собой влекут. Это необходимость реализовывать в короткие сроки, оптимизация заказов и прочее. Еще один тренд, который мы видим в последние годы, это появление на рынке растительных продуктов, заместителей молочных продуктов. Пока доля, конечно, невысокая, но определенно идет трехзначными приростами. У молодого поколения это все пользуется большой популярностью. И опять же мы видим, что количество производителей, оно каждый год увеличивается. И многие производители классических молочных продуктов, они также пытаются пойти в эту новую нишу. Ну, в том числе из-за того, что в традиционной молочке большая конкуренция, а в растительной пока еще ниша не насыщена. И производители пытаются ее активно занимать. А категорию растительного молока вы у себя относите также к молочной полке? То есть это не какой-то отдельный фуд, который, допустим, туда и растительное мясо, и растительное молоко сложить? Все, что условно можно назвать заместителями молочных продуктов, растительных, растительные заместители, они, да, умеют. На молочных продуктов. Говоря про фермеров, вы сейчас в каких-то регионах, в каких-то таких поставщиках нуждаетесь? Как вообще происходит этот процесс поиска? То есть это вы их ищите или они вас ищут? Это обоюдный процесс. Нам очень помогает то, что у нас несколько лет назад реализовалась региональная структура. У нас в восьми регионах появились региональные офисы, в которых коммерческая служба, она как раз акцентирована на работе с местными производителями. И это уже их задача как раз найти, привлечь, в том числе фермерские хозяйства, в том числе местные все гормолозаводы. Вот они активно посещают различные встречи на уровне регионов хозяйств и ритейла, там обмениваются контактами. Ну и постепенно-постепенно мы базу производителей таким образом набираем. Плюс мы стараемся на всех площадках открыто говорить, что мы готовы абсолютно к сотрудничеству и призываем производителей, в том числе и не бояться заходить, потому что есть устойчивый такой стереотип, что магнит это такая жесткая сеть, не попасть, не зайти. И вот мы в последнее время, наоборот, пытаемся перестроить свою работу таким образом, чтобы любому производителю, который обратился к нам, дать развернутую обратную связь, как мы принимаем решение о выборе продукта, что нужно там подкорректировать, изменить. Пытаемся помочь производителю доработать товар, либо доработать какие-то показатели, либо еще что-то, чтобы начать сотрудничать. Поэтому здесь единственное призываю, ну, не бояться обращаться, присылать свои предложения. А есть случаи, когда вот, ну, реально, немножко не дотягивают, что-то доработали и все-таки к вам зашли в практике? Было такое? Такое бывает, да. Бывает, когда мы начинаем, ну, например, с ограниченной географии, или мы, ну, если мы сомневаемся в успехе, либо мы начинаем работать с формата гипермаркет, где полка все-таки позволяет эксперименты, просто маленькая сложность, вот малого формата, что на все молоко 20 квот, и вот надо из 10 производителей выбрать условно 3-4, и, конечно, ну, это сложно. Мы со своей стороны хотим сделать максимально разнообразный ассортимент, но ограниченный торговым пространством. А гипермаркет, там полка пошире, и действительно, если есть производитель, ну, который может быть на данный момент, показатели которого не позволяют за этим малый формат, мы готовы экспериментировать на большом. Вы вчера выступали также на конференции по рыбе и морепродуктам. Как себя эта категория чувствует в магните? Как она меняется? И что сейчас покупатель выбирает? Рыбу или морепродукты? Цену или качество? Что там вообще? Что там? Ответ покупатель выбирает сейчас, скорее, птицу, если совсем упростить. Рыба – довольно сложная категория, работа с которой усложняется тем, что идет постоянный ежегодный рост цен. То есть, если мы говорим про птицу, про мясо, то вот отрасли, которые специализируются на внутреннем потреблении, на внутренний рынок, то рыба в основном – это все-таки сырьевой продукт, который идет на экспорт, привязан очень сильно к курсу валют, и поэтому динамика изменения цены на рыбу, она обгоняет, к сожалению, динамику цен на прочие белки. И идет очень сильная корреляция, как только цена на минтай, например, превышает цену на тушку, минтай начинает продажи снижаться, или горбуша превышает свиной окорок в цену, тут же падают продажи. И при этом второй сложный момент при работе с рыбой – это качество. то есть птица, мясо уже все вполне хорошо научились с категориями работать, это все в магазине выглядит прилично, аппетитно, рыба зачастую – это пакет, обмерзший, при этом цена дорогая, и, конечно, очень сложно в таких условиях продавать много. И то, что мы видим, идет периодически снижение частоты покупок, идет снижение количества штук в чеке. А мы для себя все-таки сейчас, с точки зрения развития категории, у нас приоритет – это в первую очередь максимально короткие сроки постараться вывести качество на хороший уровень. Для этого мы и составляем различные паспорта качества и требования к продукту, и внедряем это в нашу систему торгов, и проводим работу с производителями, чтобы они начали приводить в соответствие качество товара. Мы, со своей стороны, настроены на работу напрямую с производителями, чтобы сократить… В СТМ? В том числе в СТМ, либо искать производителей, которые сами производят свой бренд, которые и ловят рыбу, и тут же делают. Сейчас эти бренды на рынке начали появляться, к нашему счастью. Мы максимально в короткие сроки стараемся, чтобы это также потом у нас появилось на полке. Это если вот про рыбу. Морепродукты остаются также популярными. Креветки – одна из категорий, которая независимо от ситуации на рынке примерно сохраняет лидерские позиции. Наверное, обусловлено в том числе особенностью потребления. Если человек уже нацелился выпить пиво с креветкой, его уже не остановят там ничего. Если говорить про деликатесную группу, про рыбный гастроном, идет очень сильное развитие категории намазки, паштеты, рубленая рыба. То есть это все то, что может заменить человеку потребность сделать с утра бутерброд. То есть если лосось, форель – сейчас довольно дорогая продукция, то начинают активно появляться различные риеты, паштеты. И мы видим там тоже двузначные росты. Мы со своей стороны стараемся также эту категорию максимально развивать. Если сейчас так резюмирует нашу беседу, что дальше «Магнит» планирует делать в категории свежих продовольственных товаров? Это повышение свежести. Мы продолжаем работу над... Сделать так, чтобы молоко, молочные товары попадали в магазин в максимально короткие сроки после производства. Мы будем работать над развитием различных потребностей. То есть уже сейчас с базовыми потребностями у нас все хорошо. И дальше мы будем искать возможности добавлять какие-то интересные потребности. Ну, там вот из примеров мы с одним из производителей запускали молоко с печеньками. То есть он упаковку, крышку их добавлял. Ну, какие-то такие вещи, которые для перекуса, для какие-то небольшие упаковки. Ну, то есть будем смотреть, какие сейчас тренды на рынке и делать ассортимент более интересным. То есть развивать его ширину, покрытие максимально больших количеств разных ниш. Вот, уходить от... Возможно, меньше брендов, меньше вкусов, но шире сам выбор разнообразия на полке. И также развитие растительных продуктов. Наверное, мы тоже будем внимательно смотреть, как категория будет себя чувствовать. Так же возможно развивать. Спасибо большое. Удачи вам в вашей работе. Спасибо.